Всем привет, дамы и господа, с вами Герман Термяков. Вы смотрите инвестиционно обучающий канал RedlineTV. Сегодня говорим об электронном гражданстве. В принципе, тема эстонского электронного гражданства для ведения бизнеса в Европе поднимается нашим каналом уже, наверное, не первый месяц. И сегодня мы просто хотим выложить блок новостей о том, в общем-то, ну, по материалам и почтовой рассылке, которую, в общем-то, они прислали. Мы ее перевели с английского языка, кратко, чтобы как бы передать вам краткое содержание, вообще, что планируется, что, как бы, как это все происходит, как это, как развивается проект электронного гражданства. Поэтому усаживайтесь подобнее и смотрим, что у них происходит. Поехали. Команда эстонского электронного гражданства наконец-то показала, как пользоваться электронным устройством по считыванию ID-карт. Мы покажем его в отдельном подкасте на RedlineTV. Компании в e-residency карты. Два эстонских электронных резидентов создали компании, которая работает над решением растущей потребности в решениях онлайн-карт. В приложении Stadia Maps используются карты, которые можно настроить и интегрировать в веб-сайт с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом, а также API для планирования маршрута. При разработке этих услуг электронные резиденты поняли, что есть потенциальный спрос у компании, который зависит от учетной записи предприятия на картах Google или Mapbox. Карты Stadia выросли на 400% за последний месяц, частично из-за повышения цен от Google. Проблема в том, что интересы Google не всегда совпадают с интересами их пользователей. Как вы можете видеть с помощью Google Maps, утверждает один из авторов программы для e-residency Stadia Maps. Они покажут ваших конкурентов и включат рекламу, если вы не используете премиум сервис. Мы же максимально упростили нашу бизнес-модель и структуру ценообразования, и вы можете редактировать свою собственную карту, чтобы показать только ту информацию, которую вы хотите показать, говорят организаторы. Сейчас картографическая платформа сообщества eResidence тестируется. Она использует аналогичное с Google картографическое программное обеспечение, которое является самой популярной функцией, поскольку это позволяет электронным жителям находить и связываться друг с другом со всего мира. Leopay предоставляет электронным резидентам больше возможностей для банковской деятельности. Сообщество электронных жителей Эстонии растет все более быстрыми темпами, и это означает, что число компаний, стремящихся служить этому рынку, тоже постоянно растет. Leopay, предлагающая банковские услуги полностью в онлайне, является последней компанией, которая присоединена к списку предлагаемых услуг для электронных резидентов. Главной мотивацией является то, что нужно стать электронным резидентом и стремиться создать компанию EES, и именно в онлайне, и запустить ее, конечно, из любой точки мира. В результате бизнес-банкинг остается одним из самых востребованных услуг электронных резидентов. Примерно половина предпринимателей резидентов получили коммерческое банковское обслуживание от эстонских кредитных организаций традиционных банков, но все большее число, конечно, выбирает банковские услуги у платежных учреждений или финтех-компаний, таких как Leopay и ряд других, поскольку их счета могут открываться онлайн с большей легкостью. Бета-тестирование платформы сообщества EES резиденцией перед стартом. Почти тысячи человек присоединились к новому сообществу EES резиденцией раньше, чем бета-тестеры, чтобы помочь разработать и улучшить платформу до полного запуска. Таким образом, члены сообщества имеют возможность задавать вопросы и сотрудничать на форумах, публиковать их профиль компании, делиться информацией о предстоящих комбинировках и встречах и многое-многое другое. Коллеги, всем, кому интересно ведение бизнеса в Европе, наземного бизнеса, обязательно регистрируйтесь внизу по ссылкам. Там не геферальные ссылки, а обычные ссылки, так что не бойтесь. Хотя на геферальных тоже, может, не бойтесь. Мы даем свои ссылки. Регистрируйтесь и получайте заявку на электронное гражданство. Обязательно будет здесь где-то плавить по электронному гражданству. Не пропустите где-то по экрану, а также внизу в шоу-нотах вы можете его найти и пересмотреть всю информацию на Redline TV, которую мы давали по эстонскому электронному гражданству. Все. С вами был Герман Пермяков. Услышимся, увидимся в подкастах. Пока.